Сегодня директор окружного департамента тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Елена Мальчевская провела окружное совещание, темой которого стал процесс сбора и вывоза твердых коммунальных отходов. Почему этот вопрос требует столь детального рассмотрения, расскажет Игорь Борисов. Сбор, вывоз и утилизация отходов перестает быть жилищной услугой и переходит в разряд коммунальных. А само понятие твердые бытовые отходы теперь меняется на твердые коммунальные. Иначе говоря, ТКО это все тот же мусор, нуждающийся в сборе и транспортировке, но с существенной поправкой. Теперь федеральное законодательство не разграничивает понятие твердые коммунальные отходы для жилых и нежилых помещений, как это было раньше. На Ямале новый порядок сбора, вывоза и утилизации этих отходов вступит в силу с начала следующего года. Мы сегодня собрались с вами, чтобы в очередной раз обсудить вопросы по организации деятельности, по осуществлению полномочий наших новых, которые определены законом 89 ФЗ. В частности, это установление нормативов накопления ТКО. Этот вопрос был недавно рассмотрен на Совете глав муниципальных образований. К формированию этих нормативов, впоследствии общего тарифа на сбор и вывоз твердых коммунальных отходов привлечены органы местного самоуправления. В ходе сегодняшнего совещания обсужден ряд технических моментов относительно того, каким образом производить замеры накопления твердых коммунальных отходов по разным категориям объектов. Локзалы, аэропорты, школы и детские садики, жилые дома по степени благоустройства, торговые точки, предприятия общепита и прочее. Это необходимо для формирования общего тарифа. Для формирования общего тарифа, который с 1 января 2017 года будет установлен для населения, юридических лиц в части обеспечения сбора, вывоза, утилизации и переработки твердых коммунальных отходов. К этому процессу необходимо подключить управляющие компании, перевозчиков, юридические лица. Вообще, чем шире будет круг участников формирования тарифа, тем прозрачнее будет сам тариф. Заниматься сбором, вывозом и утилизацией твердых коммунальных отходов будет региональный оператор, который определится в ходе конкурса. А тариф на этот вид деятельности необходимо определить до конца года. Отсрочек больше не будет. Игорь Борисов, Алексей Урженко. Программа «Время местное». Программа «Время местное». Редактор субтитров М.Лосева Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова